Труд такой! Я вот спрашиваю сейчас Никиту. Многие поют стихотворение. Расул Агамзатов, мне кажется, порою, что солдаты, он описал жигиты, С кровавых невернувшихся полей, Не в землю нашу полегли когда-то, Но превратились в белых журавлей, И поют, 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 все поют, Или песни там, имщик, не гони лошадей, ни лошадей нету, ни имщика, ничего нету, Но Штоколов поет, заливается, не гони лошадей, Иван Ребров поет, Хворостинский поет, я вижу, Шаляпин, ну ни у кого нету, Вот она бросила его, она то другое, чего не петь, ни к чему не обязывает. Пропел, выпил, пошел, и вот почему она популярна песня, Потому что она расслабляет человека, и уводит его от реальности, От реальности настоящей жизни, и абсолютно на молекулу не подводит в будущее. У мыслях даже этого нету. И вот я всегда спрашиваю, любимый, любимый пророк, любимый герой, Какой любимый? Ну все правы. Ну это не все. Моменты такие, которые отражают детали, реалии, шаги твоей жизни, твоей. Апостол Павел больше приводит такого-то пророка. Очень часто. Давид говорит, это там или такой-то пророк, смело говорит. Меня искали не искавшим, смело. Если о смелом человеке говорится, что он говорит, самый смелый Павел, и еще в ком-то, Это значит уже запредельно смелый. И он приводит того и того, и того. Вот сейчас-то приводят Златоуста, почему из всех святых отцов он вобрал в себя буквально все. Я спрашиваю, какой пророк? У меня пророк Иеремия. Я чаще всего его цитирую. Почему? Очень похоже. То, что я испытываю. Вот книгу его сожгли, книгу, то есть свиток, который он написал. У меня также вот гонение и на книге. Поэтому оно дорого и близко. И поэтому, ну даже если поют, вот уж окна за жизнь, я шагаю с работы устало. Я люблю тебя жизнь и хочу, чтобы лучше ты стала. Ну, мне немало дано шире земли и равнина морская, мне известно давно, бескорыстная дружба морская. Чего не петь-то? Она ни к чему не обязывает. Будут в мойке потом, любовь, вокзалы, причалила. Все повторится сначала и дальше нет, не говорится. Как будто бы жил, как коняшка споткнулся, упал на борозде или в конюшне и ничего нет. Это ни к чему не обязывает. Да, было, да, так. Ну, а если другое, там, черешня скороспелая и любовь была, и вот она поет. Ну, изменно на каждом шагу полюбил другую. Ни к чему не обязывает. Пройдет, забудется, как Державин говорил Романович, там уж он ей воспевал, там, ласточка моя, и не забуду, я никогда не полюбил. Ну, умерла, и полюбил другую, другие такие же стихи опять написал. А он, как считается, Пушкина, как бы, предвосхитил, раньше жил. Старик Державин нас заметил, в гроб, входя, благословил. Он писал об этом. Ничего не обязывает, как будто ничего нигде нет. Нету, кроме того, что перед ним сейчас. Вот он тосковал, и всюду обман, гляжу, там, на поля, это нигдеемщик. Вот это вот. А потом, мои стихи, они не могут быть популярны. Не могут быть. А они касаются души. Допустим, строительный отвес. Ну, что строительный отвес? Отвес на тоненьком шнуре. И по нему свой сноп поставим прямо. Понимаешь, какой сноп? У меня кандидат каких-то теологических наук, старая бредка одна. Я попросил отредактировать. Она у вас стихи, я не понимаю их. Она не понимает. Хотя, достает этот, Маяковский говорил на записку, что мы с товарищем не понимаем. Он говорит, имей умного товарища, на мои стихи умный товарищ не поможет. Сноп это наши патриархи. И они поклонились снопу, который Иосифу принадлежит. И по нему свой сноп поставим прямо. Кто не стоял, говорит, по смерти примут с раму. Где по смерти. И поэтому это не популярно. Или стихотворение у меня есть. Не спешите меня хоронить. Я прощаюсь с оставленным делом. Снарядите меня для войны. Для последнего страшного дела. И последнее заканчивается. Бейте только прицельные и точные. Из псалтыри, из тысячи ружей. Какой псалтыри? Покойный, говорит, не спешите меня хоронить. То есть я не умер. Я только еще прощаюсь с телом. То есть это запредельно далеко от того, чем люди живут. И оно не популярно. Вот у меня заходят на ролик. Ну, ради, может быть, там вот дивергент. Я разбирал фильм. Девчонки принесли. Я посмотрел. Или вот фильм «Левиафан» был. Там сто, там семьдесят тысяч. Не из-за меня, а из-за Андрея Звягинсова. Зашли-то люди-то послушать. Да еще и недовольны некоторые. Вот вы одобряете. Ну и мое мнение. Я просто о фильме. А на моем полигоне популярности не будет. Тысяча, полторы. Все. Но это постоянный контингент. Который приходит, потом дальше проходит. Пять, шесть, семь, может быть. Вот я спрашивал тебя по стихи. У меня здесь как бы автобиографично. Пример к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. На снайпере сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе. За обедом. Стреляет точно в лоб. И давит только вниз. Задача выжить. И ни одной победы. Ну, кто это может сказать? Кто за ним гонялся? Ну, никак. Живет человек, оберегает. Только бы любил бы был. А потом популярность может быть только тогда, когда люди этим живут. Живут. А если он не живет, то что это? Ему это вообще и не нужно. Запугивание он скажет. Я часто об этом-то рассуждаю. Вот я об этом. Сегодня сейчас работали. Я про себя думал. Я успевал на каждом повороте Засеять поле, Застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли На все гляжу. Вот. Я спросил Никиту. Никита в глубокое молчание ушел. Антракт молчания. Ну, брат Михаил стал объяснять. Все правильно объяснил. То есть поворот это мои В жизненные перепетии Судьба, как говорят. Хотя судьбы нету. Златоуст подтверждает это. Тюрьма. Вышел. Перестройка. Мне все двери открыты. В университетах. Радио, телевидение, программы. Вдруг все закрыли. Меня нигде не выпускают. Нигде. В это время я начинаю издавать книги. Книги издавать. Это очень и очень непростое. А это вышло только в бумажном варианте 38 томов. По 752 странице. Ты понимаешь, что за этим скрыто? Сколько там материалов. Ответы, вопросы. Это повороты моей жизни. Засеять поле, застолбить межу. Застолбить межу. Ты правильно понял, что межа, то есть это мой участок, моя каноническая территория. Туда никто не зашел. Вот я, допустим, Андрея Критского канон перелагаю в два другие варианта. На благодарствие, на словословие. 1100 лет, 1200 лет никто не сделал. Это моя межа. Златоустого в интернете так и нет по сегодняшней дне. Моя межа. Я насчитывал. Мой арест. Я рассказываю, как в тюрьме было. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Следователь принял полное крещение. Я могу называть имена. Соломина Александр Семенович, следователь Пищугов Виталий Николаевич. Барнаули, городская прокуратура. Я спрашиваю, у вас было такое, чтобы с этажей охранники собирались? Открыта была дверь. Я два часа проповедую. Даже не слыхали. А вы видели такое, что приходил офицер, там, допустим, оперативный работник, подполковник майор, заходит к нам в камеру, снимает с себя китель, вешает на вешалку, и мы сидим и беседуем в камере. Один говорит, я шестую ходку хожу, но даже не слыхал такого. Как? Это моя межа. Поэтому у меня написано, я сижу в затаренном пространстве. Понимаешь, выражения Бог какие, затаренные, под завязку. Но Бог дает свободу, свободу духа. И это отобразилось в стихах. И когда я сегодня об этом говорю, но не касается, потому что это не его. Я рассказываю, как один идет, он военный генерал, и с ним сынишка идет по полю. И он идет по полю, пшеничное поле, и видит, как танки горят. Он танкист был. А он идет, сын его, идет, отирает пот свой, прямо весь измотался. И когда пришли к родителям, он к родителям приехал, а ему ты деды, кем хочешь быть? А я в лагере смотрел, когда работал прорабом, заключенными, строго режимном лагере, Плишкина, Иркутской области. Кем хочешь быть? Спросили деды. Прокурором. Так как, грохнулись все толстоморды, все жует, что-то, ест, не проглотит. Прокурором. А почему? Дед спрашивает, а почему? А потому что ни за что не отвечать. Еще себе, столько людей посадило, ни за что не отвечать. А заключенные смотрят, это я в лагере смотрю, а, грохнут хохотать. Ну, фильм-то это был еще советский, а в советское время, когда был, это был 60-й год. 60-й. Ну, интересно все. Это моя биография. И потому, стихи мои популярными не могут быть. Потому что они их не касаются. По имя Иисуса так сладо мне, так сладостно оно. Спасение, счастье сердцам от Бога в нем дано. В нем мой маяк, к нему плыву и направляю путь. В нем пристань, где склоню главу, чтоб вечно отдохнуть. Вот это поется у баптистов. Песнопение, это оно мне дорого и близко. Я моряк, плавал, и пристань понимает, что такое. У меня многое об этом написано. Чтоб склоню, чтоб вечно отдохнуть. Почему дорого и близко мне вот это что? Я вижу, как вот то, что мы делаем сейчас, как будут люди приезжать, получаю наслаждение, поучение. А если этого ничего нет, тогда не интересно. Все, за стол. Давайте, а то поздравим. Парни, нужно дождём. Очень хорошая, watин, до��를 взять... Продолжение следует...